здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал греки от славян азбуку имут вы наверно спросите почему именно так я назвал свой ролик потому что в одном из словарей старинных за 1800 там какой-то год я именно так это и видел такую надпись греки от славян азбуку имут почему я занялся именно этой темой на прошлый мой ролик где я показал значит как схожа египетская письменность русской мне тут пришло куча сообщений да ты значит нихрена не соображаешь это все пошло от греков а греки там от финикийцев ну и поэтому я его так зашел и прям вот так вот ребята и набрал греки от славян азбуку имут и мне вылезло ребята огромное количество ну просто тут ну море можете сами посмотреть все это дело вот я и вы хочу вам немного зачитать много читать вам не буду можете сами но парочку интересных сайтов я вам рекомендую посетить и прочитать вот эти значит блоги статьи 1 вот так называется как дикие славяне обобрали просвещенных греков значит вот здесь ребята в этой статье как раз таки и описывается как чё было но все читать не буду просто самое интересное вам зачитаю общеизвестный факт что санскрит очень похож на русский язык ученый фольклорист гельфердинг 1853 год санкт-петербург книги о расцвете славянского языка санскритским пишет язык славянский во всех своих наречиях сохранил корни и слова существующие в санскрите в этом отношении близость средне сравниваемых языков необыкновенно языки санскрит и русский не отличаются между собой никакими постоянными органическими изменениями звуков славянский не имеет ни одной особенности чуждой санскритскому профессор из индии лингвист большой знаток санскритских наречий диалектов говоров и так далее дурга шастри 60-х годах приехал в москву он не знал русского но через неделю он отказался от переводчика мотивируя тем что сам достаточно понимает русских поскольку русские говорят на испорченном санскрите когда он услышал русскую речь он сказал что вы говорите на одном из древних диалектов санскрита который раньше был распространен в одной из областей индии но считать но сейчас считается вымершим согласно индийским ведом ведические знания принесены индусам великим риши мудрецами пришедшими с севера есть если быть точным то из западной сибири естественно эти ведические знания они давали не всем индусам а в соответствии с традицией выбирали наиболее развитых духовно и умственно которые впоследствии стали брахманами носителями ведических знаний но теперь подумайте на каком языке давались эти знания и естественно предположить что на языке носители этих знаний на языке риши пока носители этого языка были в индии язык жил но риши ушли в родные пенаты и язык стал мертвым и на сегодня его знают далеко не все брахманы все сказанное говорит о том что санскрит не является этническим языком индусов именно поэтому санскрит можно с полной уверенностью считать своего рода фотографии древнего русского языка с довольно точной датировкой 3600 лет до нашей эры вот такая ребята интересная значит заметка но теперь давайте к тому сайту который я его мы хочу тоже зачитывать много не буду сами можете посмотреть вот теперь то мы перейдем вот к этому самому греческому вот такая вот значит статья есть ох уж этот греческий вот эту вам ребята статью я реки и рекомендую полностью прочитать значит вот здесь автор приводит огромное количество доказательств что греческий не шибко то он и совпадает с русским а тем более со славянским вот здесь приводит огромное количество слов сами сможете посмотреть и он доказывает что нифига не с русским то не очень то и совпадают так давайте чуть-чуть вам зачитаю вот тут а вот во первых нравится мне вот это вот высказывание платона лукашевича сколько подобных мы употребляем огреченных или алатининных слов немало не подозревая что они взяты греками и римлянами из нашего языка а потом через них нам же переданных в искаженном виде платон лукашевич вот значит и смотрим буквы сотворена форм связи земель предков единым истоком жизни язык так иона всевысшего глаголища о духовном добре поводом к написанию статьи послужила информация полученная в порядке неспешного обмена интересными ссылками на разные темы одна из которых была получена несколько месяцев тому назад от главного редактора сми академия три тринитаризма татура для меня и не явилось шоком содержание статьи меня удивил сам факт того что дело случилось не в россии инициатива исходила не от жителя россии от преклонных лет переводчика из греции самого настоящего грека заявившего в редакцию одной из афинских газет и сделавшего неожиданное заявление на тему истинного происхождения греческого языка недавно та же статья была опубликована еще раз уже на сайте академии тринитаризма где с ней и можно познакомиться в оригинале греки произошли от немцев и русских дмитрий аркоклидис я готов доказать что в греческом языке большинство слов происходит из русского и немецких языков любая теория которая не согласна с моей неправильно как не соответствует действительности и этим и логические словари все словари на любом языке немецком английском итальянском русском я уверен что все теории будут изменены все книги будут переписаны из статьи на днях нашу редакцию пришел пожилой мужчина переводчик дмитрий ироклидис пришел рассказать о своем исследовании сразу скажу она меня повергла в шок наш гость переводчиком работал 50 лет на его визитке обозначены шесть языков которыми владеет господин ироклидис английский французский немецкий испанский итальянский и русский так вот о работе дмитрий ироклидиса она естественно о языках автор доказывает что все европейские языки произошли от русского который является древнейшим мировым языком а другие значительно его моложе в том числе и греческий вот такая вот ребята интересная нашлась статья которую я и вам рекомендую прочитать и посмотреть все приведенные вот здесь доказательства он разбирает пожалуйста слова сравнивает с греческим и показывает что нифига совпадений то нет точнее совпадение есть но происходят они из русского языка спасибо за внимание подписывайтесь на канал читайте вот эту интересную статью и знайте как нас обманывают до свидания